Доброго времени суток, Клэшеры, с вами Граф Токсик, и вы набрали 500 лайков под предыдущим выпуском Клэш Нуля. Набрали 500 лайков и даже больше. Спасибо всем тем, кто прожимаете самые пальцы вверх, спасибо огромное за поддержку. Ну и сразу в начале видоса напомню, что если вы хотите увидеть следующую часть выпуска рубрики Клэш Нуля, прожимайте лайкосы, 500 лайков под этим видео и выйдет следующая часть. Ну а мы прибываем на саму базу, на сам аккаунт лайк и зацените эту красоту. Блин, как же мне нравится, когда после обновления стала появляться при входе в игру вот эта вот красивая табличка, просто красота. Башня колдуна, скелет шкафу, варвар, король варваров, все это улучшилось, выглядит просто офигенно. Ну и кстати, вот мой аккаунт, вот тот самый аккаунт Клэш Нуля. Ребят, выглядит он уже максимально сильно. И в самом начале видоса, в самом начале новой части я хочу у вас спросить. Как вы думаете, переводить мне аккаунт лайк на 11 ТХ? Зацените прокачку. 38-я Квина, ой-ой-ой, это не усатая Квина, это Кинг. 38-й Кинг, 39-я Квина. Лаборатория, в принципе, то, что мне нужно, уже прокачена. Тут много чего еще не докачено, но этим я вряд ли когда-либо в принципе буду играть. То, что мне надо, я докачал. Единственное, что я бы качнул, наверное, еще Бэтспелл, все-таки до третьего уровня. Докачал бы баночку Фриза, Хилл. Но это по мелочи, это лаборатория, это быстро прокачается. В плане заклинаний, но по базе. Я, в принципе, вот-вот уже докачаю весь деф по забору. Это 1-2 дня докачать весь забор, если захотеть. Ну и самое главное, герои. Практически сороковые герои. Поэтому спрашиваю вас, любители рубрики Clash 0, будем 11 Танхол качать? Короче, пишите в комментарии, жду ваш фидбэк, жду ваши отзывы в комменты. Но пока что отправляюсь в подбор. На любимую кнопочку «Далее» буду жмякать. Найду годного оппонента и вернусь к вам. Бэм. Оу-е. Нашел, нашел в годноту в этой лиге. 6600 дарка, 800 к элика, 700 к золота. Отличная база для фарма. Чего мы фармим вообще? Зачем фармим? 145 тысяч дарка у меня сейчас есть на счету. Ну и я уже говорил про уровень своих героев. Скоро уже будут сороковые. Короче, одного из героев хотелось бы сегодня поставить нам. Вот такой вот оппонент в руках моих микс, которым я в последнее время очень часто фармлю. По-моему, два предыдущих видеоролика я посвятил именно этому миксу. Так что, если не видели два предыдущих выпуска Clash 0, зацените. Но я отправляюсь в атаку. Итак, квина подошла к ПВОшке, не отходи. Да, получи немножко по тыкве. Ваншотная квина осталась, это хорошо. Так, еще одну зону можно снести и чистильщик, и ПВОшку одним залпом. И то же самое можно сделать симметрично с другой стороны. В результате начала атаки, минус 3 ПВОшки, минус 2 чистильщика, практически минус королева лучниц. Выдержала. Выдержала натиск заклинания грозового. Итак, раскидываю миников. Немножечко почищу круг. И далее потихоньку, также с помощью парочки драконов, зачищу еще круг, чтобы завести все-таки драконов в центр, в центральную секцию. С противоположного конца располагается хранилище Дарка. Так что до туда нам идти далеко. Но дойти я туда все-таки планирую. Итак, шаров запускаю на башни лучниц, чтобы их побыстрее вынести. Ну и непривычно немного атаковать с героями. Герои у меня тут есть, ими я. В принципе, почему бы и нет, я ими воспользуюсь, запущу их со стороны. Вот этой вот левой, с левого фланга. Пусть там заберут дрельку Дарка. Немного заберут здание дефа, немного заберут на себя внимание, в принципе, здание дефа. Ну и рейдж на центр. Будет легкий снос этой базы, будет браться тут трешка. Постараюсь завершить атаку раньше трешки, на 99%. Адепты этого искусства уже знают, зачем это делается. Для того, чтобы медленнее поднимать лигу, чтобы дольше оставаться в приятной лиге для фарма. Это я также уже объяснял, по-моему, даже в предыдущих видеороликах. Блин, все путается, реально все из головы вылетает. Но я точно это уже неоднократно объяснял. И на стримах, и в видосах. Ну и посмотрите по атаке, не использовал тут крепость клана, она тут была абсолютно ни к чему. Легкая трешка. Куча драконов выжила, тут бы и без героев была бы трешка, такое ощущение. Изи, бризи. Вот такая вот атака, 99%, куча ресурсов. Ну и, кстати, лига у меня уже не такая низкая, как была раньше. Забрался я уже в третий мастер, плюс 500 дарка с бонусом мастер лиги. Ну и, в принципе, суммарно получилось, зацените, практически по ляму, ресов и 7000 дарка. Вполне себе, вполне себе внушительные цифры. Сколько стоит квина на 40 левел? О-о-о-о. Это что получается, я себе позволить не могу, что ли, такую роскошь, да? А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. Дайте мне немножечко дарка. Я знаю, у вас оно есть. Я знаю, оно у вас здесь имеется. Так-с, пяток здесь. Можно, в принципе, и обычные ресы забрать, а то я про это еще забыть могу в конце сезона. Ставь лайк, если у тебя тоже было такое, что ты забывал забрать награды перед началом нового сезона. Новый сезон стартовал, а старые награды, а их уже никто не видел. Было, помним. Итак, собрал весь дар, который только мог, из бонусов сезона. И насобирал 182000 дарка суммарно. Так что я, пожалуй, еще одну атаку все-таки с квиной проведу. Но затем, 7 дней ожидания, и 40-ая квина будет на этой базе. Аккаунт лайк. Глэш нуля, 40-ая квина. Боже, офигеть. Развитие идет невероятно, невероятно быстро. И время, время летит очень быстро. Ладно, у меня набралось еще, в принципе, 5 лямов золота. Давайте поставим еще одну башню колдуна на ап. Ну и Е7 800 по элику. Естественно, лаборатория не должна простаивать. Так, насколько я помню, очень долго качается баночка фри за целых 8 дней. Что по другим банкам, хил вообще 10 дней качается. Бэтспелл, бэтспелл тратить не буду, потому что он за дарк идет. Так, ну, можно прокачать какого-то обычного юнита, именно колдуна. 6 дней, это не так уж и много. Но хотелось бы, конечно, хил фриз качнуть. Книг у меня вроде бы нету. Давайте убедимся в этом лишний раз. Волшебные предметы. Да, у меня есть только книга строительства, поэтому давайте поставлю на об колдуна. Вот, а дальше хотелось бы все-таки за книги докачать эти банки, потому что они долго качаются. 8 дней фриз, 10 дней исцеления. Ладно, еще фриз 8 дней, но 10 дней ждать исцеления, это я точно хочу качнуть. Либо за книгу, либо за молот. Итак, короче, потратили ресурсы. Еще предстоит потратить 170 тысяч дарка на пквены до 40 уровня. Но перед этим еще одна атака, еще одна атака с квиной. Погнали! Не поверите, но можно было не ставить видос на паузу. Это первый вообще клик. Первый клик на кнопку подбора. И вот он оппонент. 6 тысяч дарка, 600 коресов. В принципе, неплохо. Ладно, 539 тысяч золота и 655 тысяч эликов. Под предыдущим видеороликом мы не писали проточные цифры. Так вот они, ловите. Так, и мой еще один микс воздушный, который мне очень-очень понравился и никак не может мне надоесть. Это вот такой вот микс с высадкой войск с клонспелом. Очень мне эта тактика нравится, но порой она может и подвести. Постараюсь в этот раз зайти идейно правильно на расстановку. Игнорируя чистильщики. Залетаем вот так вот сбоку. И будем раскидываться вот сюда. На инферну. И чуть-чуть дальше на следующую инферну. И на чистильщики. Вот такой вот десант получается. Минус 2 инферны, минус ПВОшка, минус весь центр. Ну и на этом на самом деле восклицания мои потихоньку заканчиваются. Потому что электрику летает немного назад. Если он снесет еще одну ПВОшку, будет просто супер. Найс. Вообще отлично. 2 ПВОшки, 2 инферны, 2 чистильщика. Отличнейший предзаход получается. 10 из 10. Ну и попробуем подержать все-таки электродракона. Вот. Пусть живет как можно дольше. Прикроем его остальными драконами. Запускаем драгу с этой стороны. Ну и квина пойдет со стороны вражеской квины. Выясним, чья квина круче. Ну естественно, наша квина будет круче. Потому что я там скину еще и баночку Пойзона. И нашу квину еще можно прожать. В отличии от квины, которая дефит базу. Что, кстати, немножечко странно вы не находите. Почему квину в атаке можно прожать? Почему у всех героев в атаке можно прожать? А на дефе они не прожимаются. Но, наверное, это сделано в угоду баланса. Но, тем не менее, было бы, наверное, забавно, если бы герои во время дефа тоже прожимали свои способности. Ладно, это уже какая-то философия. Какая-то, не знаю, лирика. Может быть, в какой-то степени. А мы тут базу берем, если что, на 3 звезды. Потому что микс офигенный. Микс сильный. И заметьте, если предыдущая база была заброшкой ТХ-10. И там мы легко разобрались с базой, не используя крепость клана. Ну и, в принципе, можно было не использовать и героев. То тут десяточка была не заброшкой. Мы атаковали без кинга. И я забыл отменить атаку на 99%. И, тем не менее, трешка. И вот такие вот ресурсы. 6500 дарков вместе с бонусом. Даже 6700 дарков вместе с бонусом. Ну и вместе с бонусом неплохие обычные ресурсы здесь получились. Ну и то, ради чего все это дело происходило. Боже, через 7 дней у меня будет 40-ая квина. Я думаю, можно будет посвятить отдельный видос. Прям квин-хиллу с 40-ой квиной. Как считаете? В следующем видеоролике Клэш 0. Квина под 4 или 5-ю хилочками 40-го уровня. По-моему, было бы очень и очень круто. И, пользуясь случаем, хотелось бы напомнить зрителям, что на моем канале проходят также прямые трансляции. По Клэшу в Клэнсу это 12 часов по московскому времени с понедельника по пятницу. Так что приходите, всех жду на стримах. Еще раз повторюсь. 12 часов по московскому времени с понедельника по пятницу. Что такое с понедельника по пятницу? Это понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Пояснил просто как мог. Ну а на этом наступает часть видеоролика, где я напоминаю вам ставить лайки и подписываться на канал. Как и сказал, 500 лайков под этим видео. Новая часть рубрики Клэш 0. Ну а с вами был Граф Токсик. Спасибо огромное за просмотр. Отличного вам фарма и быстрой прокачки. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Подписывайтесь на мою группу ВК. Ссылка будет в описании. И это. Закидывайте в предложку группы ВК своих кошаков, собак, кактусы и дома в Майнкрафте. С удовольствием и с кайфом их запущу. С удовольствием и с кайфом их запущу.